Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о будущем московского футбольного клуба Спартак Москва Потому что сейчас Спартак находится в катастрофической ситуации Я расскажу в чем катастрофа, в чем причина этой катастрофы и что дальше делать На мой взгляд, дальше уже падать некуда Потому что это дно и даже дно-дно Сейчас Спартак идет на шестом месте На пятом месте идет московская Динамо Которая приезжает Спартак на четыре очка И самое страшное, если есть ситуация, то что Я, в принципе, и прогнозировал эту ситуацию для Спартака Потому что трансферное окно было провалено И на мой взгляд, оно было провалено не Абаскалем, не спортивным директором, не Малышевым Оно было провалено господами из корпорации Лукойл Вот о Лукойле мы сегодня и поговорим На мой взгляд, господа из Лукойлова Просто положили большой хуй на команду Спартак Москва На ее болельщиков Они просто сказали Нам вообще до пизды до вашего Спартака Вообще насрать Мы здесь качаем деньги с вашей нефти Которая принадлежит вам И нам глубоко наплевать на ваш Спартак Вот, а кто вообще такие, господа из Лукойла? Наша азербайджанская диаспора Но я вообще не называю никакие диаспоры Для меня все диаспоры это ОПГ Почему-то нет никаких еврейских диаспор Есть азербайджанская диаспора, чеченская диаспора Азербайджанская диаспора это ОПГ Ей отдали Лукойл Лукойл позволяет азербайджанская диаспора Вот, и вот эта азербайджанская диаспора Вообще насрать На Россию На русский народ На все, что здесь происходит Глубоко наплевать И вот это летнее трансферное окно Это было плевок вообще В лицо всем болельщикам Спартака Просто они сказали, что Мы ничего не будем покупать Идите вы все нахуй Вы ведь для нас никто Вы ведь все рабы Мы здесь хозяева И мы качаем вашу нефть На все остальное нам глубоко насрать Просто я считаю, что вот эти все Азербайджанская ОПГ Она вообще забыла Кто здесь вообще хозяин Она забыла, что вот эту Россию Ее создал великий русский народ Очнитесь Азербайджанская ОПГ Олег Перов Очнитесь Эту страну создал Великий русский народ И все Здесь принадлежит великому русскому народу А вы здесь гости Вы все здесь гости Олег Перов Ты здесь гость Азербайджанцы Вы здесь все гости И вот Когда вы приехали к нам в гости В Россию У нас есть свои правила Свои традиции Которые нужно соблюдать Понятно? А не грабить страну Которую вы сейчас сделаете Вы знаете, у меня тут Месяца Два назад была Встреча Я ехал на машине В Питере В районе Казанского собора Там были азербайджанцы На машине И как обезьяны там Кричали Что-то там психовали Вели себя некорректно Я остановился И говорю Веди себя корректно Здесь не принято так вести Он мне говорит Это мой город Я говорю Твой город Баку Из машины вышли Трое человек Начали что-то пиздец И в общем-то В течение там 15 секунд Им Давали по еблу Больше мы их не видели Вот А вы знаете Вот город Санкт-Петербург Это пример Как надо работать с мигрантами Мы за 2-3 месяца После Крокуса Мы полностью это устранили Вот Это вам пример Москвичи Вот Я немного отклонился от темы Но кто понял Тот понял Для меня Лукойл Это Просто ее захватило Азербайджанское ОПГ Они здесь не Производят Азербайджанское ОПГ Диаспора Они здесь не производят машины Они здесь ничего не делают Они просто качают Российскую нефть Компания Shell Им отдала Все свои заправки Плюс Охуенный завод По производству масла Вот За копейки отдала Кто-то скажет Что Лукойл построил стадион Я их немного вернул На землю Кто такое говорит Я им говорю Во-первых Они построили гавна стадиона Во-первых Во-вторых Этот стадион Прилежит им Лукойл Они собственники Они построили Квартиру В которой живут По сути Это их собственность И земля И их собственность Этого стадиона И они могут продать Только за деньги Это не общественное Такое Как бы творение Вот Галицкий Построил парк Для Жителей Краснодара За свои деньги А стадион Лукойл-арена Прилежит Компаниям Лукойл В этом Блядь разница Если вы понимаете Вот это первый Второй момент Стадион Лукойл Был к чемпионату мира Построен Взамен Того Что Лукойлу дали Огромный Охуеннейший Кусок Для постройки Новостройки И они Там так Все отбили И там Сотни В тысячи раз Больше денег Получили Нефтяной Компании Дались построить Здание Это что Строительная Компания Была За это Кстати кусок Боролись Еще со времен Лужкова Вместо этого Они могли построить Этот стадион С крыши Как это В Питере Но им было Насрать на Спартак Это еще Федун хорошо Выбил деньги А так бы Хуй еще Построили бы Я считаю Что Компания Лукойл Просто охуела Просто охуела Вы ребята Забыли Забыли Вообще Где вы Живете Где вы Забыли Блядь Что Может Поебалу Получить Вы Забыли Это Все Вы Забыли Что Московский Клуб Спартак И его Болельщики Существовали Хуй знает Сколько Еще До Вашего Существования И всех Ваших Тупоголовых Детишек Существовали Которые Ездят На Бугатти Вы Все Это Забыли Вы Не Понимаете Это Вы Не Понимаете Что Вы Здесь Гости Понимаете Московский А вы Качаете Нефть Просто Наплевали На Спартак Вы Просто Насрали На Нем Если Кто Будет Говорить Что Ну Они Выделяют Лукойл Какие-то Денежки Выделяют На Покупку Игроков В это Прошло Летнее Трансферное Окно Был Куплен Барко За 15 Миллионов Абэн За Миллион И Продан Соболев За 10 Миллионов По Сути Потратили 5 Миллионов А Вы Знаете Сколько Заработал Лукойл За 2023 Год Больше Одного Триллиона Рублей Вот Знаете Что Было Если Вот Просто Послушайте Меня Я люблю Просто Цифры Я математик Мы поговорим Про цифры По Лукойл Про Жадность Лукойла Вот Допустим Летнее Вот Летнее Трансферное Окно Да Спартак Лукойл Выделил бы Спартаку Сумму В 50 Миллионов Евро То есть Купили Достаточно Много Игроков Это Трех Игроков Уровня Барка Купили Плюс Еще Кого На 5 Миллионов Представьте Да Что Всего Лишь 50 Миллионов Можно Было Выделить На Покупки В Это Летнее Трансферное Окно И Тогда Купили Хороших Игроков Спартак И был Совершенно Другой Купили Кордобу За 16 Миллионов Купили Барка Еще Б Кого Купили И уже Было Б Другой Спартак 50 Миллионов Евро Кто Скаж Это Много А Я Поэтому И Говорю Вам Про Эти Цифры Так Вот 50 Миллионов Долларов От 1 Триллиона Это Знаете Сколько 0,5 процента Пол Процента От Прибыли То есть 1 триллион Лукойл Получил Прибыль В 2023 Году И Чтобы Сделать Хорошую Трансферную Компанию Спартака И купить На Целых 50 Миллионов Долларов Нужно Было Потратить 0,5 Пол Процента Пол Процента От Прибыли Почувствовал Б Какой-то Убыд От Лукойла От Этого Совершенно Никакого Мы Не Говорим Там О 10 Процентах 15 Процентах Блядь Мы Не Говорим Даже Про 5 Процентов Да Мы Не Говорим Даже Про 1 Процент Блядь Скупые Вы Пидорасы Блядь Мы Говорим Про Пол Процента Блядь Ёб Твою Мать Пол Процента Блядь Сука Блядь Жадные Вы Пидорасы Блядь Пол Процента Это ж просто пиздец. Насколько они скупые, блядь. Это вы ёбнетесь. Вот представляете, в мае выступает руководство Лукоила и говорит, мы в это трансферное окно закупимся на 50 миллионов. Его начинается закупка. И тратится всего пол процента от прибыли, которую Лукоил вообще ничего не заметит, блядь. А они это не делают. Они говорят, идите вы все нахуй. Идите вы все нахуй, блядь. Мы ебали ваш Спартак. Мы ебали вас весь русский народ. Мы вообще вас всех ненавидим. Мы вас не хотим видеть и слышать. Мы срали на всех спартаковских болельщиков. Мы срали на ваш Спартак. Нас интересуют только ваши ресурсы. И всё. Вот так была сказана компания Лукоила. Блядь, пацаны, вдумайтесь, пол процента, блядь, они пожалели, блядь, от своей прибыли. Это прибыль. Это не убыток. Это прибыль. Это не доход. Нет, это прибыль. Жить, вот, чистые вот бабки. Пол процента не захотели потратить. Они не потратили даже одно десятое процента. Это, конечно, пиздец. Вот. Я считаю, что с Лукоилом надо заканчивать. Я просто два варианта предлагаю для вас. Болельщик Спартака, который выберете. Во-первых, в первом варианте, я считаю, надо... То есть, у меня не как Путина, там красные линии какие-то, да? У меня нет красных линий. Я считаю, что компания Лукоилом должна быть национализирована. И ее должны отдать, я говорю, какой-то русская компания. Русская, российская, чтобы там не было вот этих диаспор. Просто диаспор, чтобы не было. Возможно, компанию отдать там Роснефть. Возможно, активы Лукоила отдать Сургутнефтегазом. Вот. И чтобы эта компания, которую передали, они хорошо бы финансировали Московский клуб спорта. Как хорошо? Я считаю, что в течение трех лет каждое трансферное окно, то есть, зиму и лето в сумме, да, на команду должно тратиться 80 миллионов. Это мое мнение. То есть, всего, путь за три года потратить 240 миллионов. Все. На мой взгляд. Но чтобы такое произошло, нужно национализировать компанию Лукоилу. То есть, вот это все, вот это ОПГ надо выгонять оттуда нахуй. Они никогда ничего не поймут, блядь. И бесполезно. С ними нельзя. Вот как я рассказывал, как я с азерами, блядь, в Питере мы разговариваем, и как вообще мы с мигрантами поступаем в Питере, да, вот у нас так. И у нас тишина, у нас все прекрасно сейчас в Питере, в отличие от Москвы. Вот, поэтому никаких там договоренностей с азерами не надо, с их ОПГ не надо не вести. Компания Лукоилу должна быть национализирована. Все, разговор тут здесь закрыт. Это мой вариант. Другой вариант, который более лояльный для московских болельщиков, вы московские блогеры, московские болельщики Спартака, вы должны поднять скандал сами. Не знаю, устроить какие-то акции, устроить митинги. На трибунах стадиона увешивать лозунги с требованием ухода Лукоилу из Спартака. И что, ну, с акцентом того, что, ну, Лукоил вообще положил хуй на Спартак, потому что надо очень много денег тратить на них. Вот и все. Просто в агрессивная атака на компанию Лукоил с требованием или продать Спартак к хуям, или же тратить деньги на нее. Все. Очень агрессивная. Только так. У Спартака большая агрессивная армия болельщиков, блогеров, да, только объединившись, вот, 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 прям вот таким активным фронтом, атакой на компанию Лукоил, чтобы все видели это все, все видели эти акции протеста против компании Лукоил, да, только так можно как-то все исправить, потому что тогда Азеры сказали, ну, хорошо, хорошо, мы вам выделим 50 миллионов. Вот, только так. Вот два варианта. Или национализация компании Лукоил, или же акции протестов против компании Лукоил болельщиками и блогерами Спартака. Вот и все. А знаете, что будет? А я вам скажу, что будет. Болельщики Спартака, блогеры, Кузьмичи, там, свиное рыло, Барзикин, ебало закроют и все. Просто откроют свои ебало. Знаете почему? Потому что вы москвичи. Просто потому что вы москвичи. И этим все объясняется. Когда вы вселяете квартиру, сдаете свои квартиры московские, обу-бандитам каким-то, да, вам говорят, а что ты ему сдала-то? А она отвечает. Это бизнес, ничего личного. Потом, когда в Люберцах вот захватывают мигранты в все районы. Это бизнес, ничего личного. Вот. Поэтому вы за бабки там подавитесь. Вы свою маму в бардель отправите. Поэтому я вам говорю, как есть. Ничего не будет. Потому что вся эта ситуация с летним трансферным окном, она должна была, блядь, скандал подниматься блогерами, московскими блогерами еще где-то в середине августа. Блядь, среди всех блогеров, блядь, поднял этот скандал только я, блядь. Я, блядь, уже три месяца говорю, что, блядь, это пиздец, что с вами делает Лукою. Я, болеющий за Зенит, поднимаю этот скандал, блядь. Во всем обвиняю Лукою и говорю, что это пиздец, что творится. Ни один спартаковский блогер ничего не говорит. Никаких акций протеста. Я говорю, что, блядь, это пиздец. Вас, как блядей, ебут, блядь. А вы на все это смотрите, блядь. Вас просто кинули. Вас просто нахуй послали. Просто всех болельщиков Спартака Лукою послал нахуй. Вы не слышали, что Амарал недавно сказал, что он сказал, что мы не можем покупать игроков больше 2,5 миллиона зарплаты. Мы не могли купить Кардобу. Почему не могли купить? Потому что он дорогой. То есть, изначально спортивному директору, руководство Лукою поставило задачу. Мы не будем тратить деньги. И все. Вопрос вовсе не в Амарале или в Станковиче. Они-то хотят покупать игроков. Просто бабок не дали. Им сказали, ну вы зарплату же получаете, пацаны, получаете. Ну вот ебальники закрыли, денег мы вам не дадим. Идите нахуй. Вот примерно такой разговор там был. Вопрос не в Амарале, ребят. Не в Станковиче. Блядь, вот заметьте, что я вообще не говорю ни про Амарал, ни про Станкович. Ну это средний специалист, Амарал это одно. Ну понятно, но вопрос даже не в этом совершенно. В том, что вся проблема в Лукоюле. В компанию Лукоюл. И я смотрю, наблюдаю уже несколько месяцев, что спартаковские блогеры просто свои ебальники закрыли. Просто закрыли свои ебальники и главную причину они не говорят. У них причина Газпром, блядь, там деньги Зенита, там третья, пятое, десятое. А то, что, блядь, они сейчас находятся на шестом месте, сезон проебан, блядь, и выше них находится Московская Динамо, блядь, ЦСКА, у которого нету денег, пиздец вообще. Блядь, Локомотив, который тоже делает нихуя денег, блядь. И они все равно выше. И никто не покупал никаких игроков для Спартака. И не собирается покупать. Вас просто нахуй послали в Азербайджанское ОПГ. И против них вы ничего не можете сказать даже. Это точно так же, как в Москве. Москвичи выходите, там стоят в толпах каких-то бородатых, на улице стоят и там что-то обсуждать. В Питере такого нет. Им поебалу настучали сразу же. Их нет этого. Потому что очень жестко это ввели. У нас всех увольняли. У меня таксопарки, их просто в течение одного дня всех уволили. Просто уволили всех. Убрали. Стойка лохтоцентра у нас есть. Это башня Газпрому. Видели, когда я приезжал в Питер? В течение одного дня всех их нахуй выкинули после Крокуса. Крокус случился в Москве. На улицах этого не найдешь. У нас всех их, блядь, а вообще базы, блядь. У нас есть мигранты. Их можно встретить, но они все шелковые стали. А вы боитесь их в Москве. Вы боитесь то же самое сказать толку, то, что я сейчас говорю. Причем я болельщик Зенита. Вас просто ебут в жопу, блядь. Ебут в жопу, а вы улыбаетесь, говорите, ну, это проблема Газпрома, блядь. Это Газпром... Это тактический... А Станкович сделал неправильный тактический выбор. Это как... Блядь, вы придумаете какую-то хуйню. Вы придумаете, как виноват Станкович, блядь, обоскали. Неверные тактические схемы, блядь. Ветер, блядь, не туда подул, блядь. Там хуй знает, что хуй не встал. Что угодно, ёптую мать. Но вы не видите главную проблему, что Лукойл положил на вас большущий хуй. Любого тренера можете позвать в Спартак. С этим дном, с этими игроками вы ничего не сделаете. Просто ничего. Нужно закупаться игроками, блядь. Понимаете, ребят, Спартачи, вы, ваш клуб, это не Урал, это не Ростов, это же, блядь, не Локомотив. Нет. Нет. Это не Краснодар даже. Понимаете? У вас клуб, с огромной историей. Огромная история. А вы сейчас стали Уралом. Да. И всем похуй. Понимаете? Это не ваш результат. Когда, блядь, перед началом сезона для генерального директора говорит, что наша задача призовую место занять, пойти в тройку, я хочу сказать, чего ты сказал, блядь? Ты генеральный директор какого, блядь, клуба? Урала, блядь? Крыльев Советов, Ростова, что у тебя задача выйти, блядь, в тройку? Ты генеральный директор клуба Спартак, у тебя задача только первое место, блядь. Ты что делаешь на этой должности? Ну, он же прекрасно понимал, что денег Лукойл не даст. И когда тот же Соболев поднял скандал, блядь, в мае месяце и ушел из Спартака, сказал, я не буду здесь, в этом, блядь, находиться, это же был вопрос именно вот к Лукойлу, блядь. Да, потому что Соболев еще в мае знал, что, или в апреле, что никаких покупок не будет у Спартака, не будет просто. И он поэтому съебался оттуда. Лукойл Соболев, он положил свою карьеру, по сути, свою судьбу ради Спартака. Ради спавшего Спартака. Вот и вот так на самом деле. В общем-то, парни, все, что я хотел, я изложил в этом ролике. Самая глобальная проблема, почему Спартак находится в катастрофическом положении сейчас, это компания Лукойл. Вот. Потому что это пиздец, что происходит, просто пиздец. То есть два варианта или национализация компании Лукойл, это мой жесткий вариант. И это правильно было бы сделано. Второй вариант это устраивать акции против руководства Лукойла, компании Лукойла. Потому что если вы это делать не будете все продолжится. Просто так и все продолжится. Ничего не поменяется. Лукойла вообще охуенно. То есть все нормально для них. А для вас продолжится все так же. Поэтому думайте. Всем пока.